Игорь Дмитриевич Соболь Партия «Права России» — это объединить все правые силы в стране, прежде всего, это монархические, потом национально-державные и консервативные силы, которые хотят возрождения Великой России на национально-державных и православных позициях. Какие будут цели в ближайшем плане? Что партия строится? Значит, партия готовит съезд. Мы планируем принять участие в выборах, осенних выборах в 11 регионах, которые будут проходить в региональные собрания. И в дальнейшем партия планирует идти на выборы в Государственном Думе. — Скажите, давайте смодулируем ситуацию, да? Вы пошли на выборы, взяли какие-то части голосов. Как вы собираетесь выстраивать отношения с властью в Думу и вот в свете тех решений, которые политику проводят в президентском Думе? У нас подход другой. За Россией, против России. То есть там, где власть действует в интересах России и русского народа, там мы готовы с властью взаимодействовать. Там, где власть идет против интересов России и русского народа, там мы будем серьезно передвигать и выступать в оппозиционной силе. У нас подход не на такой. — Скажите, вот сейчас некоторые обсуждают такую поправку в Конституцию предложенную. Вставлять ли туда такую позицию, как государство, образующее народ в мире? — Это необходимо на самом деле сделать, потому что будущее России — это будущее русского народа. И, соответственно, без русского народа Россия как государство не выдержит испытаний, которые перед нами будут в будущем. Поэтому признание государства, образующей, по роли русского народа — это просто назревшая необходимость для России. И спасение русского народа, и защита его интереса, определение государства, образующего статуса — это обязанность державной власти России. Мы, конечно, будем поддерживать. Мы за это выступаем. Это часть нашей программы. — Вот скажите, после событий на Майдане, на Украине, известный кинорежиссер Никита Михайловна в своей передаче «Виссаболь ТВ» пытался дать, так сказать, расшифровку слову «фаршизм», ну, после, наверное, после украинской, так сказать, событий, глядя на Украину. Он сказал, что такое фаршизм? Это верхам можно все? Нельзя ничего. Скажите, это можно сравнить с сегодняшней политической ситуацией в России? Или вообще эти вещи нельзя сравнить? — Ну, дело в том, что понятие фашизма оперируют обычно как таким отрицательным ярлыком для русского сознания. Да, мы воевали с Германией, с Италией, для которых фашистская и нацистская идеология были государственными идеологиями. И у русского человека, конечно, с этим понятием связано с углоотрицательное представление, как с понятием врага. Поэтому этим понятием вот оперируют именно вот таким, как нечто отрицательное, враждебное. Ну, в какой-то степени это возможно с точки зрения прикладной политики можно оперировать, с точки зрения вот именно попытки сформулировать краткое и красочное образ такого врага. — Я понимаю, я имею в виду, что верхам можно все, нельзя ничего. Это сравнить с Россией сегодня? — Ну, в России ситуация похожа. Только у нас верхи понимают, что если они потеряют Россию, то с ними никто считаться не будет. Поэтому они в какой-то степени пытаются все-таки найти народную поддержку. Вот поэтому вот этот вот период беспросветного произвола власти, он, так сказать, начинает очень сильно колебаться, особенно в ситуации противостояния с Западом. И Запад, значит, власть пытается найти какую-то поддержку народу. Поэтому вот этот момент, он сейчас очень сильно может измениться. И наша задача, как партии, заставить власть считаться с народом. — И еще раз я обращусь к тому же Михалкову. Совсем недавно в своей же передаче с Агунтоми он сказал, он говорил, правда, о либеральной оппозиции. На тему мнению он сказал такую вещь, что либералы прекрасно понимают, что прийти к власти в России без крови не получится. Как вы смотрите, вот, ваше мнение, на все, так сказать, выстроили такую вот эту вот ступеньку с учетом того, той политической системы, которая существует у нас сегодня в России? — Ну, либералам, возможно, без крови, прикинуть власти действительно не получится вообще сейчас. Или, по крайней мере, удержаться у власти. Наша позиция такая, что России кровавые войны и революции, безусловно, не нужны. Наша цель не пробиться к власти любой ценой, а содействовать возрождению и развитию России русского народа. В этом смысле мы будем делать все, чтобы в России не было ни кровавых переворотов, ни мятежей, ни каких-то подрывных действий, а максимально Россия эволюционно трансформировалась именно в русское государство. И во власти есть такие тенденции сегодня, готовности транспортироваться в этом направлении. Поэтому мы будем всячески воздействовать на власть в плане ее изменений в этом направлении. — И такой последний вопрос. Опора общества вы рассчитываете на кого? На каких средствах? Ну, мы рассчитываем, прежде всего, на русский народ и на все народы России, которые хотят жить в сильном, процветающем, мощном государстве, которое заботится о своих гражданах. А русский народ всегда в добрых отношениях со всеми народами, которые проживают на территории России. И я думаю, вот в рамках русской цивилизационной культурной общности, все народы вполне могут рассчитывать на, безусловно, великое будущее и процветание нашей страны. Ну что-то, спасибо. Мы желаем всем волшебного и вашего благополучия и процветания. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok